Так-так-так-так-так-так-так-так. Прямо на ходу наше чудо умирает. Так-так-так-так-так. Под дождем я даже выйти не могу, у меня еды нет. Так-так-так-так-так. По конфигурации своей это дело, по идее, надежнее. Я хочу сесть в машину и поехать, а не исполнять танцы с бубнами, блин. Привет! Это Jetta VS5. Она якобы обновилась. Но, как это традиционно бывает у китайцев, очень редко не так. Обновление в данном случае шляпа, собственно, как и официальные поставки в Россию. Я все узнала. Эти машины когда-то мы продавали сами, привозя их параллельным импортом. Не стоили они тогда значительно дешевле, больше, чем на полмиллиона рублей. Но было это около года назад. И я помню, что даже тогда уже появился утиль, даже заплатив 300 тысяч рублей утиля, ибо здесь до 2 литров объема, мы продавали их, по-моему, по 2 400. Сейчас, цену я скажу, как всегда, в конце видео, сейчас произошло обновление. Они подорожали примерно процентов на 5, за что не очень понятно. Вот то, что вы видите перед собой, это комплектация топовая. Естественно, журналистам дают то, что самое красивое и самое интересное по оснащению. Но, вот если вы обратили внимание, впереди темная решетка, темные зеркала, темная крыша, черные диски, фары чуть-чуть подтонированные. Все вот это вместе взятое. Это две крайние по богатству комплектации. То есть, самая богатая и почти самая богатая. И даже при том, что она самая богатая, она, в принципе, на мой взгляд, симпатично смотрится, но по оснащению она немножко не дотягивает до тех брендов, которые много лет на нашем рынке обитают. И не то, чтобы я их хвалю, эту машину ругаю. У нее есть свои плюсы, свои преимущества. Я просто вам рассказываю все, как оно есть. Значит, когда мы привозили параллельным импортом, получалось дешевле. Да фиг знает почему. Курс настолько не вырос. Утиль мы тогда уже платили. Возможно, аппетиты. Возможно, они тратят деньги на получение ЗОЭТС. И помните, я в самом начале сказала, что эта машина типа поставляется официально, но на самом деле, что такое официальные поставки? Это значит, что компания получает ОТТС. Это одобрение типа транспортного средства. А это значит, они серьезно зашли на рынок. Эти машины ввозятся по ЗОЭТС. То есть на каждую машину, просто на юрлицо, получается СБКТС. Сертификаты безопасности колесно-транспортного средства. Просто когда мы получаем на ФИЗА, получается СБКТС. Когда на юрлицо – ЗОЭТС. Но, в принципе, это все ровно то же самое. Поэтому что-то меня очень смущает эта история по поводу официальности поставок. Скорее всего, это какой-то заговор. Мы еще по этому поводу порассуждаем. А сейчас оцените, насколько вам нравится это обновление. Симпатичным ли получился рестайлинг? И уже не один раз я упомянула о том, что мы возили их параллельным импортом. Потому что, если вы вдруг не знаете, салон Леса рулит крупнейший по поставкам автомобилей в Россию. У нас нет ни одного дилерства. Да, собственно, я это дилерство кое на чем вертела, если бы оно у меня было. Я исключительно по параллельному импорту. Я делаю классные машины, классные цены. У меня отличные ребята работают. Да и сама я для вас очень стараюсь. В общем, там внизу телеграм-канал. Подпишитесь, если вам нужна хорошая машина. Леса рулит сейлс или просто Леса рулит. Если мы с вами хотим поболтать, обсудить автомобильные вопросы. Почти каждый день новый пост. Чатик открыт. Добро пожаловать. Итак, погнали про эту машину дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, рассмотрели? Скорее всего, внешне она вам понравилась. Но не обольщайтесь. Новый бампер, новая решетка радиатора, немножко новая эмблема. Вот эта внизу губа тоже новая. Но все это достаточно симпатично смотрится, ибо оно черное. Как я уже сказала, в первых двух комплектациях, а в основном вы, скорее всего, их и будете покупать, это все будет в хроме. Фары будут абсолютно прозрачные, без темной подложки, диски будут двухцветные, зеркала и крыша не будут контрастными. И машина смотрится проще. Но нам их не дали вообще на тест-драйв, я видела просто на картинке. Именно поэтому я и думаю, что все-таки отличие будет значительное, потому что нам их специально не показывают. Визуальные отличия. Но берут эту машину в основном потому, что надеются, что это европеец. У нее, безусловно, есть европейские гены. Потому что автомобиль Jetta производится в Китае на совместном предприятии Volkswagen и Fav. И этот видос на самом деле досмотрите, он будет очень интересным. Я вам покажу еще Viet 7, расскажу, чем она отличается. Она просто банально длиннее, но в подробностях расскажу. А также расскажу интересную историю про Viet 3, которая тоже поставляется и является побратимом Volkswagen Polo. Но далеко не во всем. И люди, покупающие эту машину, столкнулись с некоторыми проблемами, которые, кстати, не касаются двух кроссоверов. У нас здесь по агрегатам абсолютно ровно то же самое, что и у Carroco, Tiguan, но только по агрегатам, которые находятся непосредственно под капотом. А именно мотор. Коробки здесь разные. А вот мотор E211, 1,4 турбо, который да куда он только не ставился. Я хотела вам сказать, который ставился да куда он только не ставился. И на Carroco, и на Tiguan, и на Kodiaq. Наш стандартный 1,4 турбо, который уже сейчас не страдает ни масложором, ни какими другими проблемами. У которого ременный привод ГРМ нужно менять на 120 тысячах, нужно следить за состоянием ремня, нужно менять обязательно масло раз в 8 тысяч километров пробега, а не так, как говорит вам дилер. И тогда проблем не будет. Тысяч до двухсот, может быть, до двухсот пятидесяти. Но почему я говорю, что все это дело едет по-другому? Да потому что, в отличие от привычной нам DSG, которую, кстати, очень многие недолюбливают, чтобы мы с вами не бурчали, ему в пару поставили шестиступенчатый i-SIM. Такой конфигурации мы с вами по нашим привычным автомобилям не знаем. Но тут вопрос. Либо нам шашечки, либо ездить. Потому что едет эта машина намного хуже, чем она едет с DSG. Но по конфигурации своей это дело, по идее, надежнее. Коробка, которая здесь стоит, хорошо вам известна тоже. Шестиступенчатый i-SIM, AQ250, коробка сама по себе очень хорошая. Но я вот не помню, поправьте меня, если я не права, чтобы вот эта пара ставилась куда-то в известные нам автомобили. 1.4 турбо и E211 мотор, который я вам показывала. И вот эта вот i-SIM коробка. И у меня есть такое легкое ощущение, что вот именно по динамике это не лучшая пара. Если вы просто спокойно ездите в городе в каком-то таком полупробочном режиме, то и вы не претендуете вообще ни на какую динамику, ни на какие разгоны, вообще вам ничего не надо, вам нужна повозка, которая вас слегка-слегка толкает вперед, то все у вас будет нормально, вам все понравится. Но смотрите, что происходит. У меня такое ощущение, что вот эти вот 250 ньютонов крутящего момента, что само по себе не очень плохо, эта коробка не очень хорошо переваривает, потому что у нее пик, пик момента колеблется где-то между двумя и тремя тысячами оборотов. И вот вы когда, около двух там, 1750, и вот вы когда болтаетесь вот в этом вот промежуточном значении до этого, то есть когда вы слегка разгоняетесь в городе, вы находитесь в каком-то легком провале. И потом, вот смотрите, сейчас я иду на 80, у меня где-то меньше полутора тысяч оборотов. Вот я прожимаю, он сбросил, разогнал аж до 6, и потом более-менее пошел. А вот когда я в стартовых режимах в городе, тогда мне кажется, что более-менее решает передернуть. Сложно представить, какими могут быть последствия этого. Передернуть коробку на S. Но в принципе, в принципе, если вот вы ездили на 1.4 с DSG, просто знайте, было гораздо более динамично. Будет здесь намного спокойнее, чисто по ощущениям. Если мы с вами исследуем все навесное у этого мотора, то надписи Volkswagen AG мы увидим просто везде, на всех патрубках. Даже вон на ремне я ее вижу. Везде, вот абсолютно везде у нас надпись Volkswagen AG. И это неудивительно, потому что завод-то Volkswagen, и находится он в городе Чэнду в Китае. Но вот незадача. Такие все официальные и классные. Как только они заявили. Некоторое время назад, не помню, недавно это было, что официально они вышли на наш рынок, заявили широко, открыли свой сайт, первый раз сайт Jetta. Их как! Нахлобучил Volkswagen. Volkswagen оттуда из Германии выдал официальную информацию, что никаких официальных поставок Jetta нет и не предвидится. Что это кто-то там, как-то там, параллельным импортом что-то завез. Китайцы сразу присели, заглохли и перестали по Jetta вообще издавать какие-либо звуки. Почувствовали, что жареным пахнет. Чего они сейчас так и смелели? Я не знаю. Вот и посмотрим, чем закончится это приглашение журналистов. Это явно исключительно информационный повод, потому что изменений в машине практически нет. Но что за изменения? Решетку поменяли, да внутри там кое-чего напихали. Все. Посмотрим, чем это для них закончится. Возможно, через месяц они снова закроют свой сайт, схлопнутся и будут тихонечко-тихонечко со своими ЗОИТСами барышать своими джентами. По расходу топлива, а мы катились и в городе, в Нижнем Новгороде, и катились вот здесь вот по трассе. Я спокойно еду. 80, моя скорость. Вообще спокойно еду. Видите, 7,2 литра на сотню. Я подозреваю, что в случае, если у нас с вами будет чисто пробочный режим, оно возрастет. Может быть, где-то на литр, может, даже немножко больше. Если смешанный цикл, вот реальные показатели. Мы не грелись, мы просто сели да поехали. Сзади, посмотрите, тоже какие-то штамповки на заднем бампере поменялись. Вот здесь была эмблема, насколько я помню. Сейчас здесь надпись JETTA. Спойлер этот стал более ярко выраженным. Да, собственно, все. Больше ничего. Если мы говорим, в принципе, о строении этого автомобиля и о том, корок это или не корок, то, безусловно, это к короку очень близко. Потому что платформа MQB, на которой строятся эти машины, разные автомобили Volkswagen, Skoda, она модульная. Ее можно чуть-чуть раздвигать, чуть-чуть сужать. И если говорить один в один, эти машины, они с теми же короками, с теми же тигуанами и кальдиаками не стыкуются по размерам. Они чуть-чуть разные. Но это нормально, и это зависит от навесного оборудования кузова, насколько бампер выступает больше или меньше. Поэтому, если мы с вами проводим параллели, то это, безусловно, корок. Но VS7, который вы сейчас увидите ближе ко второй половине выпуска, это ни в коем случае не тигуан и не кальдиак. Я прямо спросила пресс-службу, эту машину мы можем позиционировать как старших братьев тигуана и кальдиака? Мне сказали, ни в коем случае нет. Это скорее вариация на тему L, которую так любят китайцы. То есть у нас с вами есть автомобиль, а есть его более длинная версия. Они бы могли назвать, как это часто бывает, например, тигуан L существует же, есть у меня на площадке, приезжайте, красивый, с алькантарой внутри. Они бы могли назвать VS5L, но нет, они просто сделали VS7. VS7 это не значит семиместный, она точно такой же пятиместный автомобиль. И здесь есть небольшие-небольшие изменения и внутри. Но правда, настолько небольшие, что аж смешно. Они даже мультимедиа не русифицировали. Внутри есть очень приятные изменения. Я сейчас не иронизирую. Действительно так. Я очень хорошо помню, какие у нас были VS5. Слушайте, они из такого дерьма и палок были внутри сделаны, что мы поражались вообще. Как можно... Это же все-таки, все-таки Volkswagen, да, позиционируется как Volkswagen в Китае. Как можно собирать машину из такой ерунды. То есть все было гремучее, жесткое. Сейчас, смотрите, здесь появился то, что называется soft-touch. То есть вот эти вот все панели мягкие. На них, правда, видите, любое касание отражается, точнее, остается отпечатком. Но мы в реальности же в панели свои редко постоянно тут лапаем. Это сейчас я вам показываю, что, видите, пальчик проваливается. То есть это, правда, мягко. Это намного лучше стало. Также у нас здесь из того же материала центральный подлокотник. И на дверях появились вот эти вот мягонькие вставочки. Салон изменился чуть-чуть внешне. Есть два варианта салона. У меня с серыми вставками. Есть еще, по-моему, голубоватые такие. Я не видела их. Возможно, если найду здесь у нас в группе другие машины, я покажу вам обязательно. Вот такие вот серые вставочки. Дальше у нас по теплым опциям шляпа тоже. Потому что, смотрите, есть только подогрев в сидении, причем без спинки, только булочки. Но спасибо и на этом, потому что ни руля, ни стекла вообще нет. И сзади тоже придется доустанавливать, если вы хотите какие-то подогревы. Я знаю, что у них бывает вроде бы панорама здоровенная, но здесь только люк. Панорама не бывает, потому что это у нас топ-топея не бывает. Дальше обратите внимание, что здесь поменялась приборная панель. Она на русском языке. Теперь это очень прикольно на русском языке. Представляете, в китайских автомобилях, я по опыту параллельного импорта знаю, что здесь обычно английская, но если не прошивать у нас. А вот здесь вот бывает такое у некоторых машин, вот у Гелл, например, такие приходили, что на русском. Здесь же странновато. Смотрите, сюда русский они смогли вкатить, а в центральную систему мультимедиа нет. То есть здесь у нас все только на английском языке. И я когда спрашиваю, а что у нас вообще-то с русификацией, вы же типа официально, типа официально. Мне говорят in process, in progress. То есть она типа разрабатывается, но это все, понимаете, со словом типа, 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 потому что сроков нет. Когда и как, в какой форме это будет, мы не знаем. Дальше еще, что не очень приятно, это здесь полностью отсутствует Apple CarPlay и Android Auto. Он есть только, бывает, в VS5 в двух первых комплектациях, потому что в комплектациях подороже, как сейчас у нас, идет более продвинутая мультимедиа, но продвинутая для китайцев, понимаете, с какой-то китайской внутри социальной сетью и своими системами. Там, видите, здесь даже когда, вон, все, что здесь есть, оно недоступно у нас, потому что это вообще для нас неведомо все, непонятно. И здесь, когда мы машину стартуем, она просит залогиниться китайским ID. И нам нужно отказаться от этого просто для того, чтобы зайти в мультимедиа. Ну, то есть с точки зрения локализации, здесь пока на троечку теплых опций нет. Если мы проводим параллельно с тем же Хавейлом, а там все опции теплые идут с завода, даже в комплектации барабан, здесь нет. Плюсификации отсутствуют. Поэтому насколько эта машина будет успешно конкурировать с теми же китайцами, существующими на рынке, вот не знаю. Для меня это большой вопрос. Единственное, что в плюс, единственное, и за что эту машину, может быть, некоторые люди будут брать, это известные агрегаты. Но, ребята, здесь известные агрегаты не в той сцепке, к которой мы с вами привыкли. Ну и пока рассказывала вам про салон, забыла сказать о том, что, конечно же, никакой навигации здесь нет, и пока не предвидится, потому что для этого нужно просто полностью голову менять. Как вы видите, организаторы нам поэтому просто дополнительный телефон дали, и по нему мы едем. В общем, с точки зрения удобства и комфорта, вот того, к чему мы привыкли в машине за эти деньги, здесь пока вот не самый лучший вариант. Пока. Будут ли они развиваться, да хрен его знает. По поводу производства, меня спросили в Телеграме, люди, как традиционно я всегда говорю, задавайте вопросы, когда приезжаю куда-то в пресс-тур, я здесь прошу у организаторов, у пресс-службы, но никаких планов сейчас на организацию производства и локализации какой-либо у этого бренда нет. А на следующий день нам выдали семерку, и мы ее загнали туда, где собака не совала. Короче, видите, здесь очень красивая, очень-очень красивая Волга, шикарный вид на какое-то подновгородье, я не знаю, как правильно это назвать, но сюда было достаточно сложно заехать. У нас переднеприводная машина, и в случае, если бы у нас был дождик, я бы, конечно, сюда не поперлась. И основной вопрос, который вы задавали, вот один из самых прямо основных. Первый, это поменялся ли интерьер? Так вот, он поменялся не только у пятерки, но и у семерки. И второй, это что с агрегатами? Других нет и у семерки, и у пятерки. Абсолютно равные агрегаты шестиступенчатый осин и 1.4 турбо, то, что я вам показывала. Здесь даже капот открывать не буду, потому что, увидите, ровно то же самое. И последний вопрос из самых распространенных. Привод, только передний. Ничего другого, кроме перечисленного мною сейчас, пока не ожидается, как в собственной сборке в России. То есть, пока джета к нам пришла не всерьез и ненадолго, и, возможно, они останутся, но вот в данный момент, судя по их поведению, мы имеем то, что имеем. Говорит ли это о том, что машину не стоит покупать? Да, думаю, нет. Просто это говорит о том, что их поведение на нашем рынке сейчас, по крайней мере, такое. Дальше, смотрите, что касается семерки. Вот как она выглядит. У нее тоже обновленный бампер, обновленная эмблема, чуть-чуть другая, ну, даже нет, не чуть-чуть, а, в принципе, другая решетка радиатора. Здесь колесные диски, вон, посмотрите, они другого дизайна. Честно, у пятерки мне нравились намного больше. Далее здесь немножко иначе оформлен пластик. И что касается заднего бампера, то тоже ровно все то же самое, что я вам говорю. Здесь пластик другой, чуть-чуть иное оформление, и здесь надпись джета вместо эмблемы. Насколько это глобальные изменения? Ну, сами решайте. Форма бамперов изменилась. Глобальные ли это изменения? Дело ваше. Что касается самой машины, то она в длину на 20 сантиметров больше, и это не дает нам возможности все равно называть ее близнецом Тигуана или Корока. Она все равно меньше. 4,42 это будет длина пятерки, 4,62 длина семерки. То есть та машина, которую вы видите перед собой, она на 20 сантиметров длиннее, чем та, которую я вам показывала вчера. Кстати, она по колесной базе не так сильно выигрывает. Всего на 10 сантиметров. То есть у нее колесная база 2,73 против 2 метров 63 сантиметров у пятерки. Сравнивая с известными вам автомобилями, ну, Корок не иначе. Это чуть больше, чем Корок, та такая же, как Корок. И сюда входит 51 литр 95-го бензина. Хотя, видите, они пишут, что минимально приемлемый 92-й. Что касается оцинковки. Все, кроме крыши. Можно пробивать толщиномером, не пробивать толщиномером. Вы увидите все одно и то же. Они на китайцах сейчас так делают постоянно. Крышу оставляют, все остальное оцинкованное. Кроме, кстати, вот странно, что это так. Китайские Toyota Camry, которые к нам приходят на продажу, мы их пробивали все толщиномером, и у них оцинковки нет. То есть показывает, что вся она не оцинкованная. Фиг его знает почему. Значит, что касается багажника. Разница не такая уж большая. Здесь 550 литров, 480 литров у пятерки. Визуально, знаете, ну вот прям совсем, правда, совсем небольшая разница. И клево, что у нее складываются сидения. Но просто вот это не ступенька, это ступенька-пенька-пенька. Смотрите, у нее чуть ли не 20 сантиметров. Вот этот вот бордюр, порожек. Ну не знаю, фиг его знает, почему они так сделали. Я даже грешным делом думала, что здесь, как в некоторых автомобилях, меняется уровень пола. Но нет, ничего здесь не меняется. Здесь под ковриком вот, да, катушка. Такая тонюсенькая, тонюсенькая. Аж смотреть на нее жалко. Ну и тряпок какое-то количество вы можете напихать. Но в принципе так, по багажнику, ну дешман какой-то. Елки-палки. Мало того, что смотрите, новая машина у нее уже обцарапана. То есть здесь оставили пластик самый дешевый. Но это неудивительно. Это мы часто встречаем в автомобилях. Но вот из удовольствий жизни здесь два каких-то малюсеньких крючочка. Не вам под сетку никаких креплений. Ну вообще ничего. То есть ни кармашек. Ничего здесь не сделано. То есть такое впечатление, что Simply Clever от Skoda оно до суда вообще не дотянулось. И вот примерно, что вы имеете в семерке на заднем сидении, если ваш рост 175 сантиметров. Потому что именно под меня сейчас настроена удобно водительская посадка. В пятерке примерно все то же самое визуально, но только место немного меньше будет. Ну примерно вот так. Как раз таки на эти 10 сантиметров. Важное отличие, может быть для кого-то это принципиально, подлокотник. В семерке есть, а ведь в пятерке его нет. И также в пятерке, если вы обратили внимание, мы когда писали, там только люк. Здесь в топовой комплектации панорама. Здесь, кстати, комплектации двух базовых нет. Здесь только две верхние. Я хотела снять финальный проезд на этой машине и рассказать вам про ходовую часть уже на практике и упомянуть, что еще одна разница между пятеркой и семеркой это отсутствие панорамной крыши у пятерки и присутствие ее у семерки. Но, видимо, не судьба. Чудо китайского автопрома с европейскими корнями решило меня просто кидануть. Мы писали, вы видели, в очень красивом месте. Это была такая извилистая дорога с большими перепадами высоты. Я по ней аккуратненько, аккуратненько выбиралась. Почти добралась до шоссе. Совсем чуть-чуть осталось. И тут, прямо на ходу, наше чудо умирает. Причем, что происходит? Она полностью дезактивирует все. Не реагирует ни на что. Вот, смотрите, ключ, то есть, вообще ничего. Дальше старт-стоп. Вот, смотрите, жму. Нифига. СОС. Шишуля. То есть, получается, нужна кнопка СОС, если с высаживанием аккумулятора, а явно у нее просто полное отсутствие подачи питания на автомобиль, кнопка СОС тоже не работает. Хорошо, что у меня есть некие остатки заряды в телефоне, я позвонила организаторам, сейчас они за нами приедут. Что это, что это вообще такое произошло, не имею понятия, потому что произошло это прямо на ходу. Это не севший аккумулятор, это просто он почему-то отрубился. Вот, поэтому в теории могу вам сказать, что ходовая часть примерно такая же, как и у европейских автомобилей прародителей Джетта. Очень похожа, такая плотная, собранная, но так же хреново знают, как они там это дело собирают, потому что ни в Короке, короче, ни в Шкоде, ни в Фольксвагене, вот такого полтергейста у меня не было никогда. Насколько это связано с китайской сборкой, до понятия не имею. Может, это просто вот звезды сошлись неудачно. Однако же организаторы приедут через полтора часа, полтора часа мне здесь сидеть и под дождем я даже выйти не могу, у меня еды нет и немножечко осталось водички. Зачем они сделали серую губу, не знаю. На мой взгляд, она и смотрится как-то, как инородное тело, и, ну, наверное, больше царапаться будет, хотя не факт. Пластик достаточно жесткий, он, к сожалению, не сминаемый совсем, то есть, если вы здесь будете царапать, будет видно сильно. Я бы по-хорошему под российскую эксплуатацию делала бы все это черным, как часто делают у автомобилей, которые на наш рынок именно ориентированы, но здесь ключевая фраза под российский рынок. Эту машину под российский рынок никто не адаптировал, они просто хотят ее здесь немножечко продавать. И если говорить о дорожном просвете, то он практически одинаковый, у семерки он по паспорту 16 сантиметров, это она у нас сейчас под наклоном стоит, а у пятерки 15 с половиной. Но что хорошо, здесь я под машину залезла, вот сейчас опять же удобно смотреть, она у нас в легкую раскоряку, и у нее ничего не висит, то есть смотрите, все подобрано, задние у нее только продольные рычаги, это самая нижняя точка, и впереди защита моторного отсека. Собственно, опа, собственная все, а нет, передняя все-таки самая нижняя точка, это передний поперечный рычаг, да. Кстати, про ходовую часть, впереди здесь Макферсон, сзади здесь многорычажная подвеска. Что касается ходовки, точно вам могу сказать, упоминая VA3, потому что ее разбирали знакомые таксисты. VA3 это типа пола, только упрощенный седанчик. Передняя часть у VA3 абсолютно Шкода Рапид, то есть ходовка просто один в один. Задняя ступица Фабия, остальное тоже Рапид. В этих машинах говорят, что именно ходовая часть просто один в один от короков. Подойдет прям все взаимозаменяемо. Но говорят таких личных знакомых как по VA3, которые разбирали и пересобирали эту машину, у меня нет. Но по утверждению здесь представителей автопроизводителя с европейским автомобилем взаимозаменяемость почти. То есть китайский представитель производителя, который здесь присутствует, он все время использует слово almost, almost, почти interchangeable, то есть почти взаимозаменяемый. Вот что такое это почти хотелось бы знать. По VA3 я вам сказала, по этой машине точно не могу вам сказать, но большинство деталей ходовки подойдет. Мотор визуально с навесным ну просто 1,4. Тот же самый, который был у нас. Так, и сейчас почему-то вдруг оно начало подавать признаки жизни. Зеленым моргнул глонасс и загорелась приборка. Мы ничего не делали. Вот мы сидим и вообще никого не трогаем, потому что я уже все, что могла, сделала. Спасибо организаторам, что у нас в машине вот сейчас опять моргнуло. Даже нет ключа на 10. Я хотела клемму хотя бы сбросить, но нет, я не могу этого сделать. Давайте сейчас попробуем. ключ не распознан. Так, 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 опа, опа, давай, давай, так, вафтов на ноль, свет на ноль. То есть, смотрите, у нее ключа, она не видит ключ, не в вакууме дело. Она теряет ключ. вон глонасс видите заморгал так 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 короче ребята вот это просто нахрен полтергейст к разговору мы просто сидели вдруг заболелась загорелась приборка вдруг и вдруг а машина завелась сейчас я буду все подожди check engine пишет какого черта вообще здесь происходит какого черта здесь происходит я не понимаю мы просто сидели я даже уже ключ там не теребонькала в общем я не понимаю что что происходит но меня такие вещи очень-очень сильно напрягают в автомобилях потому что я хочу съесть машину и поехать а не исполнять танцы с бубнами блин короче теперь у нас горит чек вона джеки чан видите и прошлый раз этот глюк произошел у нас в моменте блин капец холодно мне в моменте вот к вопросу о сенсорах да у меня мокрые руки я сейчас просто не могу переключить температуру нормально потому что у меня машина меня просто ну не видит сенсор меня не видит и все равно не видит короче к чертовой матери в общем смотрите последний раз такой глюк произошел когда я поставилась в драйв будем надеяться что сейчас этого не произойдет но чек у нас горит чек горит может быть просто ее проглючила такое бывает само по себе потом он либо сам сбрасывается либо его но сам проходит либо его сбрасываешь и он больше не проявляется а может быть и нет черт его знает что с ней за полтергейст происходит вы видели я вам показывала она просто была мертвая вот была просто мертвая стала просто живая черт его знает что с ней происходит повторю ну что рассказывать вам про ходовую часть или уже не надо едем с горящим чеком и думаем доедем мы или нет думаю что доедем хотя может и глюканет еще раз по ценам смотрите самая базовая пятерка vs 5 она стоит ровно 3 миллиона рублей легко запомнить и та машина на которой мы вчера ездили топовая стоит 3 350 есть еще две комплектации между самой нищей и самой крутой они между собой отличаются там шагом примерно в 100 тысяч рублей дальше что касается машины на которой я еду сейчас их две комплектации обе они близки к скорее верхним комплектациям у пятерки то есть у семерки просто нет двух самых начальных комплектаций так вот самая простая комплектация glory у семерки стоит примерно так же как топовая пятерка что же касается машина на которой мы едем сейчас она стоит 3530 а дальше лишь вам решать мои милые насколько это приемлемые цены по нынешнему рынку который просто не перестает нас удивлять своими фееричными повышениями целую обнимаю пока